Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале, и сегодня я к вам с видео о том, как покупать спиннинги на внутреннем японском рынке. Говорюсь сразу, что сегодня я буду рассказывать лишь о собственном опыте и об опыте моих друзей, поэтому если вы увидите или захотите что-то дополнить, просмотрев сегодняшний ролик, милости прошу в комментарии, я всегда открыт для общения. Также вначале хочу сказать, что сегодня здесь рядом со мной должен был бы сидеть, прошу прощения, один мой товарищ, мой друг Руслан, который является огромным экспертом в области покупок различных вещей на внутреннем японском рынке, но так сложилось, что не получилось у нас найти с ним время, поэтому буду отдуваться один. Но, Руслан, тебе большой привет и, пользуясь случаем, хочу выразить тебе благодарность огромную от себя лично за то, что ты лично меня ввел в мир этих прекрасных японских интернет-покупок. Итак, начнем. Мое сегодняшнее видео будет состоять из двух частей. Первая часть – это часть теоретическая, вторая часть – это часть практическая. То есть, мы с вами пойдем в японские интернет-магазины и будем там выбирать спиннинги. В итоге вы сегодня узнаете о том, как я выбираю спиннинги, где я их выбираю, на что стоит обратить внимание при выборе спиннингов. Также мы сегодня рассмотрим вопросы покупки новых спиннингов на японском рынке и спиннингов бушных. Но прежде чем приступить, я хочу сказать, почему же я покупаю, предпочитаю, можно так сказать, покупать спиннинги в Японии. Безусловно, я покупаю их и в России, но в последнее время я это делаю все меньше и меньше. Ну, первый очевидный выбор – это огромный выбор. На японском рынке очень большой выбор удочек. И, кстати, пришел я туда именно из-за этих больших возможностей. Потому что, когда в свое время, ну, достаточно давно я хотел обратиться в кастинг, я в России ничего толкового не нашел. Или это стоило безумных каких-то денег, или не было таких удочек с характеристиками, которые мне были нужны. А второй, конечно же, вопрос – это вопрос цены. Гораздо бывает дешевле купить спиннинг там, чем купить его здесь. Ну, потому что, понятно, там мы покупаем его напрямую к производителям, а здесь он пока доедет до дистрибутора, плюс там всякие накладные расходы. В общем, цена, понятное дело, с маржой продавца возрастает в конечном магазине в несколько раз. Поэтому, конечно же, в некоторых случаях дешевле там покупать. Ну, и еще один аспект, не один, а еще предпоследний аспект. В Японии достаточно широко развит вторичный рынок, где люди продают свои собственные спиннинги, бывшие в употреблении. Очень большой сегмент, и чем он хорош, он очень безопасный. То есть, японцы по своей натуре, ну, как мне так кажется, за вот там, не знаю, 6 лет общения с ними, достаточно честные. Если они продают какой-то товар, они всегда очень честно пишут, какие у него проблемы, фотографируют эти проблемные места. И вот за то время, сколько я приобретаю спиннинги на японском рынке, у меня есть и новые, есть и бушные, я никаких проблем по этому не испытываю. Итак, каков же алгоритм покупки спиннинга на внутреннем японском рынке? Я сейчас расскажу о нем в целом, а потом мы пойдем в глупик, рассмотрим все его составляющие в частности. Ну, естественно, вам нужно определиться, что вы хотите купить. Второе дело, вам нужно найти этот товар. И третье, вам нужно выбрать посредника, который привезет этот товар в Россию. Дело в том, что большинство, я говорю не все, но большинство японских интернет-магазинов не принимают транзакции, ну, я не знаю, там, как насчет всего мира. Ну, по крайней мере, из России вы не можете заплатить этот товар, и чтобы он приехал к вам домой. Они не осуществляют ни прием денег от нас, не осуществляют доставку. Посредников достаточно много, но, на мой взгляд, самыми известными из них являются InJapan и ZenMarket. Мы сегодня будем говорить про InJapan, потому что ни у меня, ни у моих друзей не было опыта работы с ZenMarket, поэтому его трогать мы не будем. Но знайте, что это тоже очень хороший посредник. Итак, прошу обратить внимание на экран. Перед вами один из самых, наверное, популярных интернет-магазинов, которые торгуют рыболовными товарами. Японский интернет-магазин, который торгует рыболовными товарами, прошу прощения. И называется он Caster House Code GP. Ну, как видите, очень дружественный интерфейс. Конечно, если вы не подготовлены, не первый раз это видите, то глаза могут сделать квадратами. Однако, не все так страшно. Не так страшно, черт, как его малюет. Выбираем первую попавшуюся ссылку, вот эту, например. Тыкаем на нее, кликаем и попадаем во внутренний магазин. Как видите, интерфейс его становится более-менее привычным. Выбираем кнопку Home в левом верхнем углу и попадаем на заглавную страницу. Опять все в юроглифах, вроде бы ничего не понятно. Однако, они все так страшно. Все современные браузеры, прошу прощения, сейчас имеют расширение для перевода. Я вот пользуюсь Google Chrome. У меня тут стоит плагин, переводчик. И я выбираю перевести страницу. Перевести страницу. Вот, сейчас какое-то время переводят у меня. И перевел. Перевел. У меня по умолчанию стоит английский. По поводу перевода, вот что хочу сказать. В принципе, более актуально, более, то есть понятно, переводить с японского на английский. Все-таки переводчик работает лучше. Но если у вас проблемы с английским языком, то, в принципе, можно выбрать, перевести его на русский. Однако, сейчас мы посмотрим, давно уж не переводил на русский. Но, в принципе, все понятно. Вот, слева мы видим меню, да, по товарам, пожалуйста, пруд. Ну, понятно, пруд это что такое? Это удилище. Бобины это, скорее всего, у нас лески. Ой, катушки. Прикормки это, наверное, приманки. Давайте не будем заниматься извращениями. Давайте просто переведем на, еще раз, вернем его на английский. Уж вроде бы, я думаю, что это видео смотрят люди подготовленные, закаленные там всякими Алиэкспрессами, Ебэм и так далее. Ну, в общем, вот, более-менее все понятно. Значит, удилища, удилища, да, рот, катушки, рил, приманки. Здесь какие-то товары, что это такое, Rockfish. А, ну, это вот, кстати, приманки, воблеры, да. Не совсем удобно, чтобы перевозвращение он откидывает. Сейчас я еще раз переведу. Крючки, застежки, да, какая-то леска. Это, наверное, какие-то инструменты, коробки. Ну, в общем, сапоги, да, тут чего, обувь и так далее. В общем, достаточно привычные для каждого русского человека слова. Однако, ну, например, давайте, мы, например, не знаем, что мы хотим выбрать, да, кликаем на удилище. Вот идет список удочек, которые здесь продаются. Это все новые удилища. Вверху, как вы видите, меню. Bass Road, это басовое удилище, да, это для ловли, для морской ловли. Это всякие форелевые программы, компактные, наверное, несколько составные. Различные удочки, ну, для Catfish, да, Snakehead Road, для всяких змей и головов. В общем, различные варианты. Поэтому, ну, вот давайте выберем Bass Road. Да, басовые удочки, которые нам, твичингистам, достаточно хорошо знакомы. Еще раз переводим страницу. И вот нам, пожалуйста, мы можем смотреть, что тут есть. Здесь есть бренды, здесь есть цены и так далее. Все очень просто, прозрачно. Здесь производители, как вы понимаете, Shimano, Abu Garcia, Evergreen, Jackson Smith, Fenwick, Major Craft. Все знакомые нам удочки. Что я хочу сказать важного про поиск? Значит, это нужно учитывать. Большинство японских сайтов не воспринимают контекстный поиск по названию, по брендам. То есть, если вы, например, в строку поиска вводите Shimano, нажимаете «Искать», вы ничего не найдете. Исключение, кстати, составляет вот Кастер Хаус. Он поддерживает контекстный поиск по названию бренда. Что? Но, но. Большинство сайтов с контекстным поиском по названию производителя не работает. Выход в чем? Вот в чем. Нужно просто вводить буквенно-цифрный код в ваше удилище. Ну, вот, например, хочу, вот здесь у меня удочка Shimano X-Pride 168MH2. Поэтому, чтобы ее найти, я напишу, я пишу на Кастер Хаусе. Кастер Хаусе 168MH2 и нажимаю «Поиск». Вот она, пожалуйста, у меня нашлась. Продается новая, 32% скидка, 32% скидка, цена 20 тысяч. Давайте сразу забегу вперед и подскажу вам о том, как переводить стоимость удилища, которого вы нашли, в привычную нам валюту. Ну, вот мы видим, что вот это 20 тысяч йен, 20 тысяч 100. И вот сейчас мы с вами попали на сайт как раз того агрегатора, через которого мы будем покупать удилище в Японии. Это InJapan. Заходите на его заглавную страницу. И вот здесь, как вы видите, есть курс валют. То есть, можно ввести 20 тысяч 100 и получить цену в долларах и в рублях. В общем, стоимость примерно 10 тысяч или 194 доллара. Прошу обратить внимание, что это цена, естественно, без доставки. Теперь переходим к следующему сегменту, а именно к сегменту интернет-барахолок. То есть, сайтом, который продают поддержанные удилища, катушки, ну, в общем, все, что угодно. Мы сегодня будем рассматривать только удилища, поскольку БУ-катушки я ни разу не покупал. А вот опыт в покупке БУ-удилищ у меня достаточно большой. Сразу скажу, что страшного в этом ничего нет. Страшный, как всегда, только первый раз. Потом это засасывает. И уже, например, смотреть на предложения новых каких-то спиннингов не очень хочется, потому что всегда можно найти что-то в очень хорошем состоянии. Сразу хочу сказать, что если мы говорим о покупке БУ-спиннинга, это не значит, что вы купите какой-то спиннинг в каком-то состоянии с царапинами, с потертостями. Хотя и такие тоже, естественно, продаются. И стоят они, естественно, гораздо дешевле, чем спиннинги в отличном состоянии. Но очень часто на японских интернет-барахолках появляются спиннинги в идеальном состоянии. Мы сейчас подобно об этом поговорим. Которые стоят с дисконтом 30-40% от новых. Ну, не буду забегать вперед. Давайте я расскажу, как выглядит среднестатистическое объявление о продаже БУ-удилищ. Ну, а потом, естественно, и покажу. Значит, это буквально 3-4 фотографии. Ну, 5 максимум. Больше я не видел. И очень четкое и короткое описание тех проблем, которые существуют у спиннинга. Всегда описывается, ну, практически всегда описывается, есть ли у этого спиннинга, прошу прощения, чехол. Есть ли на нем царапины. Есть ли на нем трещины. И в каком состоянии ручка. И главный показатель, на который надо ориентироваться при выборе БУ-удилища, это система буквенных рейтингов. Есть следующие основные рейтинги. Первый рейтинг это N. То есть, это удилище новое, то есть, оно в упаковке, продается там по каким-то причинам. Непонятно по каким. Второй рейтинг это A. Это, как у нас пишут, да, несколько тестовых рыбалок. То есть, оно в идеале, но нету, уже на нем защитные блинки на ручке, снятые бирки и так далее. Ну, может быть, присутствует какая-нибудь там, я не знаю, маленькая царапинка. Обычно это на его вида, да, может, что-то где-то там, что-то как-то там. Чуть-чуть его тронули. Второй рейтинг это AB. Они бывают очень разные. Это, кстати, на самом деле самый популярный рейтинг. Некоторые продавцы, ну, особо, наверное, испугливых, продают удочки в идеальнейшем состоянии, ставим рейтинг AB и говорят, что там множество царапин, множество царапин. Но если стоит рейтинг AB и на фотографиях вы не видите никаких проблемных мест, ну, в 90% случаев этот спиннинг будет в прекрасном состоянии. Потому что японцы, как я еще раз говорил, всегда очень четко фотографируют, размещают фотографии проблемных мест. Если есть какая-то царапка, они обязательно ее крупно сфоткают и выложат на сайт. Дальше идут рейтинги рисковые. Обычно это B+, B и B-. Там может быть, в принципе, все что угодно. Лично у меня есть два спиннинга, рейтинг и B+. Когда они приехали, ну, я не нашел, не нашел, в чем там была проблема. У одного была чуть-чуть заляпана, форгрип чуть-чуть был заляпан, ну, так, замазан. А на втором была маленькая царапинка, там, что-то у кольца. Спиннинги были практически в идеале. Но продавец поставил B+. Вполне возможно, чтобы просто быстрее продать этот спиннинг. Однако, как говорится, в семье не без урода. И вот сейчас к одному такому уроду японскому мы отправимся в гости. Но на самом деле это очень популярный сайт, называется он Yellowfish, где реализуются именно БУ-товары. Однако, его особенность заключается в том, что на нем выставляют на продажу не частные лица, а юридические. То есть, четыре магазина, которые продают БУ-палки. Я специально выбрал этот пример, ну, поскольку он, в общем-то, похож на все классические барахолки, да, вторичные интернет-сайты. Но у него есть большая проблема. У него заниженные рейтинги. Поэтому, мне кажется, лучше поработать с проблемным клиентом, да, показать, поскольку видео у нас ограничено, чем рассказывать про какие-то идеальные вещи. Ну, сейчас мы обо всем подробно поговорим. Итак, сайт Yellowfish. Ну, как вы видите, дизайн оправдывает название. Как я еще раз говорю, на этом сайте продаются различные поддержанные вещи. Начиная, как вы видите, от подудилищ, прошу прощения, и заканчивая различными одеждами и аксессуарами. Также вы можете здесь найти катушки. Это, кажется, у них шпули. Давайте посмотрим запасные. Да, различные запасные шпульки продаются, тоже бушные. Здесь у нас приманки. Здесь у нас что-то связанное с поплавочной программой. Свои японские способы ловли, если можно так сказать. Ну, а в целом, у него интерфейс такой, наверное, ну, более френдли, чем у Кастер Хауза. Что мы делаем? Мы работаем с ним, начинаем с тем, что так же переводим страницу. Переводим мы ее, ну, давайте, да, на английский, так будет нормально. Ну, и поскольку мы сегодня говорим про удилища, давайте про них и продолжим. Наводим на иконку с удилищами, и здесь у нас выпадает меню, где как раз причислены все типы удилища. То есть, как вы видите, басовые, да, для джига, для форели и так далее. Так, фишевые удилища. Ну, давайте вот посмотрим, как выглядит каталог басовых удилищ. Я немножко уже подготовился, выбрал несколько удочек, чтобы нам не тратить ваше время, не искать по этому сайту, но просто посмотрим. Итак, вот они выпали все здесь. Еще раз переводим страницу. И мы видим, что мы можем что сделать? Мы можем артсортировать, как я уже говорил, на этом сайте 4 продавца юридических, да, вот название этих магазинов, их 4 штуки. Мы можем выбрать удилища по тому или иному продавцу, мы можем артсортировать в цене, и вот то, что я про что вам говорил, мы можем артсортировать по пранку. Ну, вот давайте выберем удилища с самым высоким рейтингом. Сейчас вот он сенсирует их. Вот удилища с самым высоким рейтингом на сайте. Ну, давайте первое откроем. У них самый высокий рейтинг – это A. Как мы видим, вот страница, страничка товара. Опять его переводим. Перевести страницу. И мы видим очень адекватный перевод. На что мы первое обращаем внимание? Ну, понятно, название производителя. Это Абу Гарсия, название спиннинга, его каталожный номер и рейтинг A. Если вот вы нажмете на эту иконку, здесь можно опять же перевести, и у вас будет написано, к чему соответствует этот рейтинг. То есть, какие удилища попадают под него. Но я еще раз о чем хочу сказать про его фиджет. Здесь все не очень однозначно. Здесь бывают удилища с рейтингом A, ну, вот как вот это, да, которому, ну, трудно прикопаться. Общий вид, общий вид удочки. Дальше. Тюльпан. Ну, вполне. Все здесь хорошо. Чистый бланк. Польца в полном порядке. Здесь тоже все нормально. Пробка чистая. Ну, то есть, беткэп тоже в идеальном состоянии. Еще раз говорю, что если есть какие-то проблемы, японцы обязательно их сфотографируют. Но сейчас мы этого дальше коснемся. И вот это вот поле, видите, об этом продукте, оно очень важное. Здесь как раз идет описание тех проблем, которых есть у удилища. Как мы видим, удилища, эта удочка в полном порядке. Но все равно продавец пишет, что у него есть царапины. И практически всегда в любом описании могут встречаться царапины. Когда, кстати, пишет, человек продает, частник, он всегда пишет, есть царапины, но в принципе она выглядит отлично. Это тоже гарантия того, что удилище будет нормально. Здесь он тоже написал, что многочисленные царапины, но мы их не нашли. Ну, вот они very small. То есть, их совсем немножко. На что нужно обращать внимание? Нужно обращать внимание на слово crack. Если есть слово crack в описании, ну, собственно, трещин, да, то вот эти удочки брать не надо. Значит, где-то что-то, где-то треснуло. На фотографии это можно не разобрать, но лучше не связываться с такими буквами. Давайте вот переведем на русский, ради хох, наверное, так можно поржать. Царапины, т.д. В целом есть очень мелкие царапины, выходят некоторые символы сцепления. Сцепление это имеется в виду ручка. То есть, когда вы видите там сцепление в порядке, сцепление проблемы, это значит не автомобильное сцепление, а именно проблемы. Идет речь о рукоятке. Дальше. Ну, давайте я отобрал несколько удилищ. Вот, например, еще одна удочка. Переведем ее на страничку. Так, просто не хочу, хочу на английский. Все-таки в английском здесь больше адекватности. Тоже рейтинг A. Микроскопические царапины. Все вроде нормально. Однако, смотрим. Вот я вот это вот не могу назвать микроскопической царапиной. Эта царапина очень даже явная. Вот если бы продавал человек-частник, он бы обязательно поставил этому рейтингу, ну, как минимум, A, B. А то B и B+. Потому что это вот такой, ну, косяк. То есть, понятно, что на скорость это не влияет, никаких проблем, наверное, при ловле не будут испытывать. Но внешний вид этого удилища, ну, никак на A уж не тянет. Вот здесь мы тоже видим маленькие царапки, потертости. Здесь вот, видите? Ну, смотрите, какая царапина. Ну, какой же вот это A? Вот это, о чем я говорил. Одно удилище мы смотрим, оно в идеале. Другое удилище смотрим, оно вообще не пойми что. Закрываем. С этим продавцом все понятно. Теперь вот мы добрались до рейтинга A, B. Также можно открыть, перевести и посмотреть, какие проблемы соответствуют рейтингу A, B. Давайте посмотрим, что они тут продают. Здесь ничего не понятно. Тюльпан, ну, вроде бы ничего. Кольца. Ну, я лично не вижу никаких проблем. Так, прошу прощения. Да что ж такое, извините. Ну, вот здесь непонятно, что это такое. То ли это царапина, то ли это блик. Ну, наверное, это все-таки блик. Блик здесь вот явная царапина на бланке. Катушка-держатель. Ну, такой, как вы видите, не первой свежести. Ну, в принципе, для рейтинга A, B. Вот это вот, вот это вот, вот это вот ужасно. Это тоже не A, B. Ни один бы нормальный частный продавец никогда бы не присвоил этому удилищу рейтинг A, B. Опять же, B+, а то и, ну, B+, наверное, был бы справедливым. Понятно, что это ничего страшного, на скорость не влияет, но такое состояние удилища не характерное для рейтинга A, B. Вот оно, тоже проблемное место. Тоже ерунда, но, друзья мои, это никак не A, B в понимании частных продавцов. Следующее удилище. Давайте переведем. Посмотрим, что он пишет на этот счет. Значит, множественные царапины, проблемы с шестым кольцом проблемы и есть даже небольшая коррозия на кольцах. Давайте посмотрим, что же тут такого страшного. Что же тут такое происходит? Так, общие вид уточки. Фильпан. Ну, здесь вот царапины. Коррозии я в этом не вижу. А, ну вот, вот это шестое кольцо, вот оно с коррозией. Вот тоже рейтинг EB. Вот не EB это, не согласен с этим рейтингом. Совершенно он неадекватен. Здесь какие-то тоже рейтинга банка. Патушка-держатель. Эва багажная. Ну, и бэткэп тоже такой не очень. Вот, видите, такой рейтинг. Идем дальше. Начинает всякий страсть. Рейтинг B. Рейтинг B. Что же вот тут я отбирал? Ну, вот здесь прям неооруженным глазом видно, что здесь ручка сильнее и сильно замацана. Стык нормальный. Тильпан нормальный. Ну, вот такой хлам бэткэп. Царапины сильные на бланке. Вообще. Да что ж такое. Форгриб вообще в лохмотье. Кольцо. Тоже оставляет желать лучшего. Видите, здесь тут дилища нагружалась сильно. Ну, вершинка в порядке. Давайте посмотрим, что нам этот товарищ пишет про него. Ну, вот он пишет, что это небольшие царапины. В общем-то, никаких проблем, ребята. Ну, я не знаю. Я вот с ним не согласен. Да, и небольшие трещины есть. Вот, кстати, да. Это вот, наверное, он имеет издалит про это. Ну, вот, как вы видите, очень все неоднозначно. Поэтому будьте внимательны. Кстати, я тут подготовился немножко. И вот выбрал удочку на Кастерхаузе новую. Бугарсишную. Стоит она на Кастерхаузе новая 27900. Это со скидкой 31%. И так же я нашел точно такую же на DLWFISH. Давайте посмотрим разницу в цене. Так, вот она загрузилась. Здесь она стоит с учетом налога до 18000. 18000 – это цена базовая. Плюс налог, потому что это продает юридическое лицо. 9440. То есть там у нас 27900. Здесь 19440. Ну, как вы видите, скидка существенная. Итак, мы поговорили с вами о том, как искать и выбирать спиднинги в японских интернет-магазинах. Из своего опыта хочу сказать, что выгодно покупать бушные спиднинги из среднего и высшего ценового диапазона. На них практически всегда разница с каталожной ценой очень большая. Ну, потому что и люди продают их обеспеченные, они там не корохоборятся и за каждой копейки. Хотя, наверное, быстро от них избавиться и купить себе что-то новое. Поэтому очень выгодно. Иногда можно получить спиднинг в прекрасном состоянии с дисконтом там 50% от каталога. Итак, с этим мы разобрались. И теперь переходим к следующей части. А именно, мы будем сейчас, я расскажу вам так, как работать с посредником. С посредником Инжапана. Сайт это очень известный. Ну, если вдруг кто-то не знает, он на слуху и создан. Он, в принципе, изначально для того, ну, не то, что основная его функция – это покупки на интернет-аукционных яхт. Но у Инжапана также есть такая функция, как покупка в интернет-магазинах. То есть, мы регистрируемся на Инжапане, заходим туда и говорим Инжапану. Инжапан, дорогой, купи, пожалуйста, для нас вот эту вот удочку. И он за определенную комиссию, которую сейчас расскажу, покупает удочку, доставляет ее на склад, упаковывает и отправляет на мой дом. Итак, Инжапан. Сразу хочу сказать, что сайт этот, на удивление, адекватный. Он очень интуитивно понятный. В нем, в общем, просто разобраться. Здесь очень и очень, кстати, адекватный хелп написанный. Он короткий, с картинками разобраться в нем очень и очень просто. И после его прочтения вопросов вообще никаких не остается. Настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Но давайте будем двигаться постепенно. Итак, начнем мы, наверное, с калькулятора. Вот есть на сайте такой инструмент, называется он калькулятор. Это именно та штука, которая позволяет хотя бы приблизительно понять, сколько будет наше удилище стоить у нас дома. Итак, мы решили с вами, что покупаем вот эту вот Абу-Гарсию. Стоит она 27 900. Вводим стоимость удилища 27 900. Вес я рекомендую ставить килограмм. Это вес посылки. Так, здесь мы выбираем Россия. Здесь у нас ЕМС. Ставим рубли. И нажимаем рассчитать. И вот примерная стоимость 18 285 рублей. Сразу скажу сказать, хочу сказать, прошу прощения, что очень и очень эта сумма всегда практически близка к правде. Ну, может быть, плюс-минус 500, ну, иногда 1000 рублей. Так сказать, вот же экстраординарных случаев. Из чего складывается эта цена? Естественно, складывается из цены товара, из веса посылки. Вес я рекомендую ставить килограмм. Ну, если мы имеем, речь идет об одном удилище. Доставка по Японии. Доставка по Японии. Доставка по Японии, как правило, бывает меньше. Там 800-900 йен. Но раз в Инджапан закладывают эту цифру 1500 йен, то лучше так и оставлять. Комиссия за перевод денег. Часто берется, а иногда не берется. Как попадете? Но она не очень большая и на финальную сумму сильно не влияет. И комиссия Инджапан. Комиссия Инджапан всегда 1000 йен. Итак, мы поняли примерно, что наша удочка будет стоить 33 600 с доставкой со всеми пирогами. Что нам нужно сделать дальше? Ну, естественно, нам надо зарегистрироваться. Регистрация очень простая, обычная. Имя, фамилия, логин, пароль, адрес электронной почты и так далее. Ну, вот они все тут. Данные перечислены. И сейчас мы с вами попали в личный кабинет. Здесь адресная ктига, где ваши адреса доставки. Здесь пароли. Здесь всякие инвозы, документы. Нам сейчас интересен жилищный счет. Чтобы начать работать с Инджапаном, нам нужно загрузить сюда денежку. Мы набираем ввод средств. Ввод средств. Пополнять, ну, наверное, лично мне удобнее, с банковской карты. Причем комиссия Инджапана в этом случае 0 и зачисление действительно происходит немедленно. Курс Инджапана можно посмотреть вот здесь. Вот здесь он вставлен. Что мы делаем? Мы выбираем банковские карты. Сколько у нас там? 33 800, да? 33 800. Но я, кстати, вот важный момент чуть не упустил. Я рекомендую на пару-тройку тысяч иен вам положить больше. Потому что, если у вас нет еще истории совершения сделок в Инджапане, он может блокировать некую сумму для обеспечения сделок. Ну, буквально небольшую, там, около двух тысяч, ну, это в порядке, там, тысячи рублей. Потом вы эти деньги можете спокойно также и вывести со счета, но об этом поговорим дальше. Итак, нажимаем пополнить, открывается привычная форма, вводя номер карты и нажимаем оплатить. Деньги поступают в систему немедленно, как я уже говорил. Они, конечно, оговариваются, что иногда могут быть некие задержки, но в течение суток они якобы зачисляют. Дальше, чтобы купить эту уточку, нам нужно пойти вот в эту вкладку. Называется она интернет-магазины. Здесь мы пишем название, здесь мы пишем цену, здесь мы пишем количество и даем ту ссылку на тот товар, который мы хотим купить. Вводим и нажимаем заказать. После этого, как вы понимаете, заказ уходит к оператору и начинается процесс покупки. Проходит он, может длиться в течение двух-трех дней, в зависимости от загрузки оператора. Об этом очень, как я уже говорил, написано подробно в Хелпе. Вот давайте, кстати, у меня здесь открыта схема приобретения, регистрация, выбор товара, пополнение счета, ставка. Ну, в нашем случае ставки нету, у нас покупает человек по ссылке. Он выиграл. После того, как лот купил, у вас списываются деньги только за посылку. Прошу прощения, за товар. Потому что Инджапан разделяет посылки и разделяет покупки. Почему? Потому что, например, если вы хотите, ну давайте вот вернемся сюда, купить не одно удилище, а, например, вот сегодня вы купили удилище, а через там, например, две недели, ну вот, у вас денег нет, вы хотите купить еще какую-то катушку. Ваша посылка, ваш товар может спокойно лежать на складе, вот здесь вот в разделе купленных, и ждать своей очереди. Бесплатно Инджапан держит ваш товар на складе в течение двух месяцев. После того, как вы совершили еще одну покупку, с вас опять списали деньги из покупки, и вы формируете посылку. Например, вы кладете в эту посылку удочку, вы кладете в нее катушку или там еще один, например, спиннинг, и говорите, вот эту посылку мне, пожалуйста, отправьте таким-то способом доставки. Инджапан берет под козырек и говорит, это будет стоить столько-то, и списывает деньги уже за отправку этого товара. Ну, на мой взгляд, все очень честно и прозрачно. Какие могут быть нюансы? Нюансы бывают следующие. Первое, это вы, ну, поскольку мы покупаем в интернет-магазине, да, торговля идет достаточно бойко и живая, того товара, который вы захотели купить, может уже не оказаться. Потому что покупка происходит не моментально, а проходит какое-то время. Поэтому, что происходит? У вас зависают деньги. Что вы можете сделать? Вы можете оставить эти деньги в системе, Инджапан как бы пишет, что они там гарантируют их безопасность, а можете также, вот где у нас тут личный счет, давайте откроем, вывести их обратно на карту. Ну, вот у меня денег на счету, я сюда, понятно, что это демонстрационный аккаунт, я не заводил, но если у вас есть здесь какая-то сумма, вы можете также без процентов и очень быстро вывести ее на карту. Опять же, Инджапан говорит, что это может быть 2-3 дня, 24 часа, но по факту вывод происходит практически моментально. Все, что происходит с вашим товаром на сайте Инджапана, все отображается в вашем личном кабинете. Вот я оставлю под видео ссылочки на ключевые разделы хелпа, можете почитать, я не буду тратить время, но все статусы отмечаются. Если вдруг, если вдруг что-то произошло такое из ряда вон выходящее, вот здесь есть такая штука, как онлайн-консультант. Но когда денежки будут у меня, здесь у меня будет чат, и вы можете совершенно привычным русским языком или на каком вы там разговариваете, пообщаться с этим онлайн-консультантом и решить все проблемы. Такое иногда бывает, приходится прибегать, вот под Новый год мы заказывали себе, друзьями везли 3 удилища, и у нас случилось там 2 форс-мажора. Но поскольку мы попали под праздники, очень долго они паковали, там недели-полторы, наверное, прошло. Также еще случилась, ну такая, сначала она оказалась трагичной, потом она оказалась комичная история. В итоге, третий наш товарищ вместо двухчастника купил одночастник, и обнаружили мы это тогда, когда нам стали уже выставлять инвойс. Ну, пришел инвойс, и я смотрю, что вместо двучастного индекса фигурирует индекс одночастный. Доставка одночастника – дело непростое, ни у кого из нас, ни у меня, моих товарищей такого опыта не было. Что делать? Стали списываться Инжапаном. Ну, как бы одночастник, он не может лететь авиапочтой, потому что, ну это было удилище длиной 2-13 см, но в габариты не пролезало. Поэтому его можно везти было морем. Слава Богу, с помощью Инжапана проблема эта разрешилась, и доставка этого одночастника вышла даже дешевле, чем летели наши классические удилища. Схема была такая, мы выбираем, ну вот, давайте зайдем в тот же калькулятор, мы выбираем при расчете способ доставки, мы выбираем морем плюс ЖД. Вот видите, морем плюс ЖД. И вес посылки огромный, ну по сравнению с тем, что приезжает, если еют обычные ушки, порядка 5 килограммов. Это такой огромный, огромный, огромный тубус, очень хорошо упаковано. Вот этот спиннинг он проехал, представляете, морем. По Японии доставка была совсем какая-то небольшая, я не помню, там, ну вот что-то вот эти вот указанные то ли тысячи, то ли полторы тысячи ен. А, то есть, прошу прощения, сбился, может, что он ехал по Японии от продавца до Инжапана. Инжапана морем отправила его в Владивосток до транспортной компании. И в транспортные компании, я уж не помню, какая была, мы договорились, чтобы эту посылку приняли. И наш спиннинг поехал поездом через всю Россию, из Владивостока до Москвы. И оттуда из Москвы в Нижний Новгород ехал он где-то полтора-два месяца. Еще важный момент, о котором я говорил, что после того, как вы у спиннинга поступили на склад Конжапана, у него есть такая услуга бесплатная. Вам присылают фотографию. Фотографию того, чего мы купили. Не детальную, а просто издалека они фотографируют. И вы можете понять. Это бывает очень полезно, потому что в Инжапане тоже работают люди, и они также ошибаются. И могут выкупить что-то не то. Или продавец что-то не то отправит. Поэтому вы же представляете, как будет выглядеть дочка. Поэтому, когда приходит вам такая фотография, подробно и внимательно ее рассмотрите. Давайте посмотрим, как Инжапан пакует наше удилище. Вот здесь есть такой раздел. Называется он по ссылке-правилам упаковки. Здесь все очень подробно расписано. И вот вы внизу видите фотографии, в каком виде приходит удилище с Инжапана. Вот этот вот треугольник, он очень-очень-очень твердый и плотный картон. Пакуют они надежнейшим образом. Плюс каждую удочку заворачивают вот в такой вот пупырочный полиентилен. Максимально в посылку влезает три удилища. Больше я рекомендую вам не запихивать. Но мне кажется, оптимально везти две удочки. Ну и вообще оптимально заказывать в Инжапан, ну или откуда, в компании с кем-то. Потому что вы можете все вот эти накладные расходы попилить между своими друзьями. Мы лично так и делаем. Ну что, друзья, на этом, наверное, все. Надеюсь, вам было интересно. Как мог я старался сказать обо всем этом короче. Но, наверное, не получится, поскольку слова из песни, к сожалению, не выкинешь. Я сам ненавижу длинные видео, но что поделать. На этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok